Израиль. Воплощение Иисуса Христа во втором пришествии. Посмотрите на контуры Израиля, которые будут в соответствии с пророчеством Иезекииля. Это контуры фигуры человека, обращенного лицом на восток. Голова его похожа на голову человека и на голову льва одновременно. Это и есть Машех, воплощенное Слово Бога. Слово Бога, воплотившееся во множестве людей, которые будут собраны Богом на святой земле. Иисус Христос – это Слово Бога, которое стало плотью, воплотилось в одном человеке. Иисус Христос во втором пришествии – это Слово Бога, которое воплотится во множестве людей. Общее имя которых – Израиль. Это 12 колен Израиля, и у каждого колена будет одинаковая площадь земли. Поэтому вся фигура Израиля будет похожа на человека в цветном полосатом халате. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Вот он перед вами. Мессия Иешуа во втором пришествии – это Мессия Бен Йосиф. В первом пришествии Мессия Иешуа был Бен Йогуда, из колена Йогуды. А во втором пришествии Мессия будет из колена Иосифа. «Ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде, сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя, сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что это у тебя, тогда скажи им. Так говорит Господь Бог. «Вот я возьму жезл Иосифа, в который в руке Ефрема, и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды. И сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей, перед глазами их, то скажи им. Так говорит Господь Бог. «Вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Жезл Иосифов, жезл Мессии во втором пришествии, приложится к жезлу Иуды, к евреям, которые сейчас в государстве Израиль. При этом границы Израиля станут такими, какими должны быть согласно слову Бога, записанному в 47-й главе книги пророка Езекииля. В первом пришествии враги Бога определялись по их враждебности к Иисусу Христу. Во втором пришествии врагов Бога мы увидим по их вражде к Израилю. «Как вы относитесь к Израилю, так вы относитесь к Иисусу Христу. Как вы относитесь к израильтянам, так вы относитесь и к Господу Богу. Благословляющий Израиля будет благословлен, проклинающий Израиля проклят». Так написано в Библии. Теперь посмотрите, как относятся к евреям сейчас в мире. Посмотрите, как относятся к израильтянам. Врагов Бога теперь можно легко различить целыми государствами. Государства, враждебные Израилю, враждебные Господу Богу. Враги Израиля – это враги Господа Бога, к какой бы они при этом религии не принадлежали. И нынешняя война Израиля с его врагами – это будет война Господа Бога против враждебных ему народов. Некоторых врагов Бога можно сегодня перечислить. Это Ливан, Сирия, Иран, Россия, Турция, Боливия. И эти государства не устоят на суде Божьем. Все государства, голосующие против Израиля в ООН, все государства, поддерживающие права мифического государства Палестины, являются врагами Господа Бога, со всеми вытекающими для них последствиями. «Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Да, нынешнему Израилю еще предстоит путь немалый, прежде чем слово Бога воплотится в нем так, что весь Израиль станет мессией. И для этого не только границы Израиля должны быть расширены до границ, указанных в пророчестве Езекииля. Израиль должен построить третий храм, который соберет избранных от четырех ветров из среды всех народов мира. Именно третий храм станет ковчегом завета Бога с народом Израиля, и только явление в храм избранных принесет всему народу Израиля искупление. Сейчас многие христиане назойливо пристают к евреям, говоря им, что они должны принять Иисуса Христа для своего спасения. Но понимают ли христиане, что сейчас они сами прежде должны поверить слову Бога в Библии и принять Израиля, как второе пришествие Христа. Возьмите Библию. Прочитайте книгу пророка Езекииля с 40 по 48 главу. «Поверьте написанному, ибо это Слово Бога. Это Слово сбудется, и это для нас написано, чтобы мы приняли это Слово, участвовали в этом Слове, воплотили это Слово». Описание третьего храма в Библии дано нам, чтобы мы построили храм, чтобы в восточные ворота храма явились избранные, и чтобы построили город Яхвешамма, достигли бы воскресения мертвых и были бы восхищены в Царство Небесное, которое придет на землю в силе и славе Божьей. Напомню то, что уже говорилось в предыдущих видео. Точные границы Израиля заданы Словом Божьим, записанным в книге пророка Езекииля. «И вот предел земли на северном конце, начиная от Великого моря через Хитлон по дороге в Цедад». Цедад – это место известно, сегодня этот город называется Садад. Сейчас это территория Сирии. Великое море – это Средиземное море. Ямав, Бирот, Севраим, находящийся между Дамасской и Ямавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана, Город Ямав расположен на реке Аронт в Сирии. Сейчас город называется Хамат. Это большой город, и он был большим городом и в древности. Севраим переводится как «два холма». Эти два холма хорошо видны издалека, в широкой пустынной долине, между двумя хребтами, в Сирии. И будет граница от моря до Гацар-Янон, граница с Дамаском. И далее на севере область Ямав. И вот северный край. Здесь слово «море», это говорится об озере Кенерит. Гацар-Янон переводят как «селение источников». Это оазис на краю пустыни. Сейчас этот город называется Эль-Карьятайн. Он расположен в 120 километрах от Дамаска к северу. Упомянутый в предыдущем стихе «Гацар-Тихон», возможно, является тем же, что и Гацар-Янон. Гацар-Тихон переводится как «селение на половине дороги». Это место действительно расположено посередине, между Дамаском и городом Ямав на севере. Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землей израильскую, по Иордану, от северного края до восточного моря. Это восточный край. Здесь показана западная граница. Причем голландские высоты, очевидно, не являются территорией Израиля. Восточное море – это Мёртвое море. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания Прикадиси. И по течению потока до Великого моря это полуденный край на юге. Тамар – это место известно. Оно расположено на юге Мёртвого моря. Воды пререкания Прикадиси расположены немного южнее. Там сейчас расположен Машав Эйнехав. Рядом с Машавом Эйнехав есть источник воды. Это и есть место Кадеш, Кадис, о котором написано, что там израильтяне роптали. И Моисей тогда согрешил своими устами. Вместо того, чтобы сказать скале, чтобы она дала воду, он ударил по скале своим жезлом дважды. Да, Моисей тогда ударил дважды Иисуса Христа. Но Христос все равно дал евреям воду. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Это место стана Израиля было у границ Едома и Моава, а вовсе не со стороны Средиземного моря. Течение потока, о котором сказано у Езекииля, это русло в Аде Эль-Ариш. Исток в Аде Эль-Ариш находится в середине Синая, а устье расположено в 50 километрах от сектора Газы. Это сейчас территория Египта. Таким образом мы видим, что область около Елата не является законной территорией Израиля и возможен обмен территориями с Египтом. Западный же предел, Великое море, от южной границы до места против Ямафа. Это западный край. Согласно Езекиилю, никакого сектора Газы не существует. Вся земля на берегу Средиземного моря от устья Эль-Ариш на юге до места напротив сирийского города Хамат на севере принадлежит Израилю. Нет никакого сектора Газы, нет никакого западного берега. Это все земля евреев, данная Израилю Господом Богом. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым. Есть способ проверки правильности проведенной нами границы Израиля. В центральной части, где будет построен третий храм, расположен удел колена Леви, состоящий из двух частей. Одна часть дана для Коаним, для священников, и вторая часть отведена остальным левитам. Коаним и левиты вместе составляют колено Леви. Площадь этой территории, расположенной прямоугольником, известна, потому что длины сторон заданы в пророчестве Изякиля. Площадь земли колена Леви составляет 4151 квадратный километр. Поэтому площадь территории любого другого колена Израиля также должна составлять 4151 квадратный километр. Карта будущего Израиля, которая здесь показана, проверена на соответствие площадей каждого колена площади колена Леви. Конечно, это пока приблизительная картинка. Там, в северной части границ Израиля, есть еще много неопределенностей. Но территория около Илата совершенно точно не может быть территорией Израиля. И голландские высоты также не удается втиснуть в территорию Израиля, не нарушив правила равенства площадей колен Израиля. Таким образом, мы видим, что границы Израиля определяются с высокой точностью словом Бога, данным в Библии. И если копать дальше, то мы увидим, что на месте газы должны быть сельскохозяйственные земли города Яхве-Шамма. Кстати, из Дирота там тоже быть не должно. Эта территория вся должна быть сельскохозяйственной. Мы не знаем, сколько времени будет продолжаться нынешняя война Израиля с Хамасом в секторе газа. Но мы точно знаем, что конечным результатом будет возвращение территории сектора газа Израилю. Ибо таково слово Бога, записанное в Библии, и это слово сбудется. Мы не знаем, когда начнется и сколько будет продолжаться война Израиля с Ливаном. Но мы точно знаем, что Израиль победит, займет всю территорию нынешнего Ливана, продвинется дальше на север и на северо-восток, заняв часть территории нынешней Сирии. Спрашивается, зачем народы воюют против помазанника Божьего, против Израиля? Почему бы всем враждебным Богу народам сейчас не остановиться, прочитав слово Бога, записанное в Библии? Но, как видно, многие христиане только притворяются христианами, а на деле они враги Слова Божьего, враги Христа, враги Господа Бога. Враги Господа Бога погибнут. Напомню, что для постройки третьего храма нет надобности сносить мечети на храмовой горе. Пророчество Изекиля нам показало другое место, где должен быть построен храм, в 30 километрах к югу от Иерусалима. Это место свободно. Иди и строй. Архитектурный проект храма у нас тоже имеется. Этот храм не похож на предыдущие храмы. Подробное описание храма вы можете прочитать в книге «Храм в соответствии с пророчеством Изекиля». Проект 1534. Ссылка дана внизу, под видео. Пока люди не построят этот храм, пока Израилю не будут возвращены все земли, данные ему Господом Богом, великая скорбь закончиться не может. Так написано в Евангелии. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Поэтому каждый должен понять, что строительство третьего храма это не прихоть каких-то религиозных фанатиков, а воля Бога, записанная в Библии. Бог не говорит пустых слов. Если написано, что никакая плоть не спасется, пока не явятся избранные четырех ветров, так все и будет. Пока не будет построен храм, место собрания избранных, спасения на земле не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok